В Мариуполе это реально геносит, то есть Россия против Украины. Это было еще дальше за Мариуполь. Мы его заставили 24 числа. Мы узнали, что были нанесены авиаудары. Мы сразу выехали на преднюю позицию в составе экипажей своих. И уже встречали противника именно уже там на позициях. Противник превосходил нас в количестве и людей, и техники. И по отношению даже этих танков один к трем, один к четырем. Боев как бы было много. Ты подбиваешь их, они кидают техники и уходят. То есть у нас таких возможностей как бы не было оставлять техники, потому что каждая единица была важна. Мы оценили каждый момент, каждый бой у нас был, я считал, для себя как последним, потому что понимал, что можем не вернуться с него. Враг использовал технологию полного уничтожения городов. То есть для них как бы это, когда они не могут низом пройти, то есть обычно сухопытным путем, у них единственная тактика, срабатывает полностью уничтожение авиаударами. Людям не было где прятаться, то есть мы заслужили, насколько могли, помогали, то есть и детям там привозили, мы продукты свои отдавали, и одеяло привозили на больницу, то есть насколько мы могли. То есть я считаю, в войне нет твоих детей или чужих, то есть это все наши, мы все украинцы, мы должны быть едины. Для танкистов, что самое важное, это залагоджение экипажа, и то, что машина должна быть в нормальном рабочем состоянии. Две составляющие того, что это реально грозная сила, даже в 21 веке, то есть танк это сила. Если у тебя хороший экипаж, ты знаешь свою работу, то это, как показал Мариуполь, даже одна единица техники может очень противостоять многочисленным количеством людей. То есть у меня была одна машина, и она устояла, мы два месяца успешно держали оборону. Мы выходили на один танк, их и два БМП, и БТР, то есть такие бои даже были, принимали участие. Выстрел, откаты, там, смена позиций. Главное знать местность хорошо, то есть и то, что ты там знаешь, какие-то тактические приемы, это все хорошо. Должен быть, я не знаю, как это объяснить, как чуйка какая-то, то есть ты должен предполагать последующие шаги противника. Это тоже важно. Ну и удача должна быть на двой стороне тоже. Тяжесть танковых боев городских заключается в том, что командир должен по походам практически постоянно воевать. То есть это сверху танка, потому что он должен видеть все. То есть видеть картину боя, попадание своих снарядов противника. И были такие ситуации, когда мы попали под обстрел, и на нас отстреляли минометы, и работали авиаудары, и стрелковым оружием стреляли. Я не знаю, я видел кучу искр, я не знаю, просто вот в этом тоже заключается удача, что по мне не попали, там, и я вернулся. Только потом осознаешь, что, да, там, тебе где-то повезло. У нас была задача взять огонь на себя, взять огонь на себя для выхода бригады. Заехали в тыл противнику и открыли огонь по ним, чтобы по нам открыли огонь с минометов. Как бы все прошло успешно, как задумал командир. Мы отработали полностью боекомплект по ним. То есть это километра 20 мы ехали на танк. И дальше пошли пешком. Вывели с троих, конечно, машину, конечно, уничтожили. Два танка было. У нас экипаж 17-й бригады и мой экипаж. Ну, иное количество людей вышло. Вот это люди, те, кто тоже шли группы, шли группы много. Просто это очень большая, как объяснить, бутверная зона, 200 километров, это тяжело. 16 человек нас было. Шли мы в ночи. В ночи в день мы старались ховаться. Ну, не было воды, не было питания, конечно. Ну, было желание дойти. Какого 8 суток? 8-9 суток шли. Ну, у меня был один суппайок, мы его отделили сначала. Потом то, что добыли там по пути. Русских обносили. Ходилось постоянно обходить, маневрировать, обходить. У нас особо не было ни связи, ничего у нас не было. Как бы мы шли по георгийской карте обыкновенной. Позиции противника приблизительно мы вычисляли, где может быть их не блокпост. Нам одного захода хватило, чтобы понять, что всего лучше обходить. Кто мог эвакуироваться оттуда, кто эвакуировался. Кто не хотел, кто там ждал освободителей, как они говорят. Ничего хорошего, это как бы не получилось, мы видим. Было, по-моему, в районе Красной Поляны, если не ошибаюсь. И мы зашли в село. И там, то есть, есть богатозрадники, которые сначала нам объяснили, что тут все в порядке, нас любят. А потом тут же сказали, где нам выйти лучше из села. И там уже, ну, ждали уже, как бы. Ну, там нам удалось уйти, отстреляться и уйти. Может, морпехи. Ну, отстреляться, у нас было 16 человек, как бы, у нас было. И они в ТУ, в основном, как бы, русские, ну, не ожидают, что там, например, кто-то пройдет. Там не в основном вот эти вагнеры, или как, или ДНР, то есть, в основном, такие аматоры, не самые профессионалы, скажем, своего дела. Когда осталось около 10 километров, там было, надо было, как бы, как там, если не через противника пройти, уже самая такая линия размножевания. И уже, когда ты понимал, что рядом, но ты еще можешь не дойти, это было самое печальное то, что могло там быть. Там было где-то километров два, которое очень было тяжело пройти. То есть, там надо было просто бежать, то есть, и бежали. Вот. Кто не мог бежать, его несли. И нас там встречали. Вышли 16 человек. Ну, когда вышли, когда вышли, ну, мы не знали, когда я уже дошел, я позвонил жене. А первое, что она мне сказала, ты в плену. Я говорю, в каком плену? А чем ты? Мы ничего не знали, как бы, потому что потеряла связь. Я видел, как можно за два месяца превратить город в руины. И это, конечно, это ужасно, то, что делают расисты. Это реально ужасно. Почему? Потому что реально 98% здания было уничтожено. Театры и все там подобное. Это реально жалко, потому что я там был на ротации не один год. Вот, как бы, я видел, это хороший город, это украинский город. Мы уже видели, что было в Сирии, Абхазии, где они там еще были. То есть после них остается только руин, и мечта, и голод. Вот все, что может остаться. Не знаю, для меня это важно. Дети. Хочется побыть дома. Первое время хочется побыть дома, и самое главное, чтобы они были в безопасности. Не знаю, я люблю свою страну, я патриот. Думаю, что все будет хорошо, мы победим.